Пока же, чем грозит блокада на востоке страны всей Украины, я спрошу у Георгия Туки, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. С нами все-таки на связи. Георгий, спасибо, что дождались. Скажите, СМИ говорят о том, что в этой блокаде участвуют около 200 человек. Вот не кажется ли вам странным, что эти немногочисленные группы ставят зависимость от себя всю страну? Ну, я, наверное, был одним из первых, который еще во время только лишь прозвучала в Киеве пресс-конференция этих инициаторов о таких акциях. Я заявил, что это недопустимо. И, к сожалению, уже имеем то, что имеем. Я считаю, власть не своевременно отреагировала на такие мероприятия. И я считаю это абсолютно недопустимым, когда люди своими действиями, неважно, какими мотивами они двигаются, я знаю точно, там есть немало абсолютно честных, порядочных ребят, которые нас с вами защищали на фронте. Но руководят всем этим, это подонки, безответственные болтуны, которые не представляют абсолютно, каким последствиям может привести все их действия. И я считаю, что вот этих вот организаторов, их необходимо привлекать. Главная ответственность, несмотря на наличие у них депутатских значков. Понятно. А если говорить уже о последствиях первой убытки, можно оценить, которые блокада уже нанесла? Эксперты вот говорят о том, что речь идет как минимум о сотнях миллионов гривен потерь. Это правда? Да, конечно. Железная дорога уже декларировала о своих убытках. Но надо понимать, что когда называются цифры убытков и, скажем так, возможные, вероятные количество людей, которые останутся без работы, как правило, это употребляются только прямые убытки. Но надо понимать, что есть такое понятие еще как косвенные убытки. То есть каждый работающий человек, получающий свою заработную плату, он периодически ее тратит на продукты питания, на медицинское обслуживание, на покупку какой-то одежды. Таким образом, если человек остается без работы, то косвенные убытки это намного больше, чем те убытки, которые прямые несут именно сами работающие на предприятиях. Негативные последствия ощутят и водители такси, которым меньше будет пассажиров обращаться, и продавцы продуктов питания. То есть это будет цепная реакция, которая отразится по всей стороне. Понятно. Вот вы заговорили о том, что наказание должно быть, невзирая на звания, мандаты. Но некоторые эксперты и политики уже говорят, что если организация этой блокады так и останется безнаказанной, то блокады могут стать частью украинской политической культуры. Все кинутся что-то блокировать, как раньше ставили палатки. Помните, что при случае или без. Вот вы с этой оценкой согласны или нет? Я абсолютно с этим согласен. То есть без деятельности? Абсолютно с этим согласен. Тут даже, по-моему, гадать нечего. Безнаказанность, она порождает цепную реакцию, вседозволенность. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Спасибо за участие в эфире. Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, отвечал на мои вопросы.